Продолжаем утро на Болткоме и настало время нам заглянуть на небо, узнать, что нам обещают звёзды. Он и Юлия, чем, что нужно делать? Огородникам, я не знаю, там, бизнесменам, радиоведущим. Почему огородники первые? Почему? Потому что на дачу нужно ехать, пропалывать, поливать, работать, вот какие там сажать послёновые, может быть, там собирать с чего урожай. А во всём об этом поговорим с консультирующим астропсихологом с Натальей Бушуровой. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы меня слышите? Слышим. Слышим. Ну что, про послёновые сначала? Да. Давайте, как там? Календарь огородника. Записываем. Значит так, поливать, своевременно укрывать от морозов. Это всё мои познания на самом деле в садово-огородном деле. Давайте я всё-таки про астрологию. Давайте. Фу, и я выдохну. Ну что, я, во-первых, поздравляю нас всех с началом июля. И сегодня у нас день выдающийся с точки зрения астрологии, потому что у нас сегодня очень напряжённый аспект сложился на небе, который входит в состав не менее напряжённой конфигурации, именуемый Тау-квадрат среди астрологов. И продержится достаточно интенсивно вся эта энергия числа до десятого точно. То есть первая декада июля у нас такая весёленькая и напряжённенькая. За счёт чего? За счёт того, что планета Марс, планета, как известно, бог войны, планета активности, инициатив и действия находятся у нас в огненной стихии, в знаке Льва. И она противостоит планете Сатурн. А Сатурн у нас — это некая власть, ограничения, законы. И, соответственно, протестные настроения. Очень высока эта энергия, энергия напряжения. То есть будут моменты и ситуации, когда будут подавлять наши инициативы разными способами. А мы или, может быть, не мы, мы можем как раз, может быть, как раз будем подавлять, а мы всячески будем пытаться от этого избавиться. То есть посягать на чью-то свободу — это вот в первую декаду, особенно июля, ну, никому не советую, потому что ответная реакция может быть очень бурной, непредсказуемой, агрессивной. Ещё, конечно, вот вся эта энергия — это энергия бунта не только человеческого, но и природного. И поскольку у нас взаимодействуют так активно и огненные, и воздушные стихии, то это пожароопасность, авария опасность, травмоопасность, взрывоопасность. Остановите меня! Нельзя подавлять в первую декаду. Это взрывоопасность, сами предупредили. Что за проверочные такие вопросы? Мы внимательно слушаем, я честно записываю за вами. — Я вижу, я вижу, мне приятно. — А у меня вот вопрос, связанный конкретно с первым июля. Вот можно ли объяснить то, что, вот мы рассказывали про календарь, появилось на свет очень много ярких, независимых женщин. Вот Вера Мухина, скульптор, Жорж Санд, которая, ну, знаменитейшая женщина-писатель по своим временам, то есть революционно ходила в мужской одежде, курила трубку, говорила басом. — Шопен, да. — К Шопену по ночам лазила по стене. — Оливия Дэк Хэвиленд, это тоже, ну, знаменитейшая голливудская актриса, прожившая там практически век Дебора. Харри из группы Блонди, красавица. Памела Андерсон, принцесса Диана, Леа Сейду, там актриса, которая дважды девушка Бонда. Клэр Фарлани, Лив Тайлер. То есть вот, ну, просто такой вот список каких-то ярких, красивых, необычных женщин. — Именно первого июля рождён. — Да, да. — Ну, знаете, я бы тут так не стала, конечно, обобщать, потому что они же наверняка родились в разные годы, и я как астролог скажу, что наверняка гороскопы у них были разные, но общее это то, что это женщины, рождённые под знаком рака. А в знаке рака у нас главная планета Луна. И Луна — это, если применимо к женщинам, это подчёркнутая женственность, подчёркнутая адаптабельность, мягкость, умение втечь, как-то там, ну, произвести впечатление, такое именно подчёркнутой женственности. Несмотря на то, что вот вы упомянули, то женщина, которая вела себя как будто бы совсем не по-женски по тем временам, да. Тем не менее, особое очарование у женщин-представительниц знака рака действительно есть. Это правда, это факт. Интересно. Вернёмся к июлю. Что ждать ещё? Каких потрясений? Ладно, мы пробежались по первой декаде. Что произойдёт далее? Я вам скажу неутешительную новость, я вам несу, дорогие друзья. Весь июль у нас достаточно активный и интенсивный, потому что в течение всего месяца нас ждёт шесть аспектов оппозиции. Что такое оппозиция? Это когда две планеты стоят, ну, находятся в противостоянии, то есть ровно напротив друг друга. А это всегда некий конфликт и некий спор. И в основном в этих противостояниях будут принимать участие планеты огненной и воздушной стихии, а также водной и земной. Огненной и воздушной, ну, представляете, эти две стихии, они взаимно друг друга подогревают и раздувают. Да, соответственно, вот эти настроения, когда у кого-то у первого могут не выдержать нервы, и кто-то первый нажмёт на какую-нибудь кнопочку в чемоданчике, не буду говорить в каком, или не дай бог там на курок, они будут, вот эти настроения, в течение всего месяца. Но особо интенсивно, действительно, в первой декаде. Помимо этого, власти, законы, любые власти, я сейчас говорю и о руководителях, допустим, начальниках на наших местах работы, если мы работаем в подчинении, если мы не сами себе хозяева. Тоже вот этот конфликт, я подчинённый, он руководитель, будет достаточно яркий в течение всего месяца. Это ещё конфликты отцов и детей. То есть вот там где-то искушение сказать, ты должен делать так только на том основании, что я там твоя мать или я твой отец, тоже будет очень высоко. Но у наших детей будет высоко искушение сказать, что ты там пень старый и вообще ничего не понимаешь. Поэтому вот давайте примем во внимание тот факт, что июль будет провоцировать споры и конфликты. Но есть и позитивные стороны. Соответственно, любой призыв к выяснению отношений, если верно это использовать, может ведь привести к тому, что мы наконец-то придём к какому-то взаимопониманию. Но только здесь надо иметь способность слушать. Вот. Такой момент. Поехали, да. И вот, кстати, упомянули вы прекрасных женщин, рождённых под знаком рака, и как раз знак рака у нас самый активный в течение всего месяца, позитивно активный. То есть если мы ответим на вопрос, а где искать помощи и поддержки в течение месяца, или что нам может эту помощь и поддержку оказать, это как раз знак рака, это водная стихия. То есть он нам о чём говорит? О безопасности, о сбережении энергии, о том, что вот знак рака – это семейные темы, это темы дома, недвижимости, это те самые семейные ценности, которые сейчас уже тоже как бы ставятся под сомнение, но тем не менее это важно. Поэтому где искать помощи и поддержки? У своих, дома. как обращаться со всем, что происходит, адаптироваться. Стихия воды, она такая, что она не обостряет, она старается острые углы сгладить. Она нам говорит о том, что, как это сказать, не можешь войти в двери, иди как-то там через окна. Но так это всё без давления и очень плавно. Может быть, даже хитростью. Я на самом деле за добрую хитростью абсолютно. Будь водой. Вот такой призыв. Кстати, о воде, вот путешествия. На море? Поездки, да, к морю. Ну, вообще, вот что здесь с путешествиями? Можно ли отправляться? Можно, конечно. Мы же не можем совсем жизни остановить. Но надо быть очень осторожными. Очень осторожными сейчас. На транспорте, на любом. За рулём. Потому что вот это настроение легко возбудимое такое. Но очень много будет о аварийных ситуациях на дороге. Очень внимательно и осторожно надо быть со всеми электроприборами. Если вдруг в голову приходит, вот особенно вот эта история с «вдруг». если я никогда в жизни не занимался там починкой какого-нибудь там фена, тостера, не знаю, и проводки, и вдруг мне пришло в голову починить это, вот не надо, пожалуйста, этого делать. Потому что вот эта напряжённая энергия ураническая, уран, это у нас в том числе и всё, что связано с электроприборами. Ну, это очень опасно. Сейчас действительно повышенная опасность. С путешествиями, ну, разумную осторожность надо соблюдать, потому что внутреннее состояние будет такое, что вот появится один шальной водитель, он как бы будет подстёгивать нас к тому, чтобы с ним начать соревноваться, а знак льва — это соревновательность, да, и Марс в стихии огня — это соревновательность. И мы можем вовлечься вот в это соревнование, которое, к сожалению, может привести там к каким-то травмам и неблагоприятным последствиям. Это не только дорог и транспорта касается, это вообще такое настроение месяца. То есть нас будут провоцировать к некому соревнованию, спору и конфликту, а мы можем на это откликнуться. А это может привести к разрушению. Опять сложный месяц. Не выдохнуть. Денежные вопросы. Вот условно говоря, ну, не буду спрашивать, в какой валюте лучше хранить деньги, но вот можно ли пускаться в какие-то, делать покупки крупные, тратить деньги или наоборот беречь их? Беречься от финансовых авантюр надо, скорее всего. Правильно. Да. Но это не только в июле, это не только раком в знаке льва стихии воды. В принципе, остерегаться финансовых авантюр. Тут такая ситуация. Вот этот уран, который я упоминала уже, он находится у нас в знаке тельца. Телец – это, во-первых, земная стихия, во-вторых, телец – это как раз первый материальный уровень. Это те самые деньги, это тот самый ресурс. И к этому урану идет очень напряженный аспект. Поэтому вот это общее настроение, такое возбуждение, оно может привести к неадекватным шагам и, соответственно, к неадекватным тратам в том числе. То есть я чувствую общее вот это нервное состояние, мне надо что-то как-то себя обезопасить, пойду куплю что-нибудь полезное или пойду вложусь во что-то. Сейчас у нас опять как-то, я смотрю, финансовые пирамиды стали появляться под другими названиями. То есть они как будто бы это что-то новое абсолютно, но по сути это опять та же самая история МММ. Но только в другом формате. Сейчас с этим надо быть очень внимательны. И особенно, если мы говорим про июль, я бы обратила внимание на период, ну, в принципе, вокруг шесто, то есть пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое. Это самые напряженные. Это день зарплаты. Да, вот очень аккуратно. Особенно седьмое, восьмое, девятое. Очень будет высоко искушение пойти и спустить это куда-то все. Купить какой-то яркой, очень красивой, очень броской, но абсолютной ерунды. И также и двадцатые числа, двадцать первое, двадцать второе, двадцать третье, там тоже очень осторожно с тратами. Отношения тоже наши будут под прицелом. Конечно же, ну, когда вот такое напряжение общее, кто виноват первый? Тот, кто рядом, на него можно сорваться и вдруг в какой-то момент решить, что если я избавлюсь от этих отношений, то мне станет значительно легче. Ну, это же неправда. Но такое искушение будет очень высоким. Поэтому для любых отношений, для любого партнерства, браки, союзы, бизнес-партнерство, месяц тоже достаточно напряженный. Но, но, и еще раз но, все эти напряженные аспекты, они пусть и создают препятствия, но они такой высокий градус напряженности дают, но при этом они нас подталкивают к более быстрым мыслительным процессам. Поэтому открытий чудных июль тоже должен принести немало. Наталья, для кого этот месяц будет наиболее удачным? Я еще так под столом пальцы скрестил, скажи, Скорпион, скажи, Скорпион. Я не буду так говорить. Я очень не люблю вот это. Для каких знаков месяц будет наиболее удачным? Уже я тоже об этом говорила не раз, что на самом деле это ведь только то, что мы знаем друг про друга, кто мы по гороскопу, это только по положению одного Солнца. Я сейчас скажу, что вот там львам будет плохо, а представителям знака рака будет очень хорошо. А кажется, что у этого представителя знака рака там пять планет в знаке льва. И его там так бабахнет, что он потом скажет, что Наталья Викторовна Бушурова полную ересь несла. Не скажу так. Будет хорошо тем, кто будет направлен на сохранение энергии, на сохранение добрых отношений. Вообще на сохранение какой энергии? Любой, в том числе финансовой. Вот вопрос был задан по поводу денег вам. Храните деньги, где вы меня сейчас спросите. Но знак рака это что? Это недвижимость, в числе прочего. А лучше дома, в челке. Наталья Викторовна Бушурова сейчас просто обрушила финансовую систему государства. А все почему? Потому что июль, месяц такой сложный. Я вообще по поводу государства и руководителей хочу им личное сообщение отправить, что, пожалуйста, будьте готовы к тому, что вас попытаются скинуть с ваших насиженных мест. Поэтому либо меняйте манеру поведения, либо готовьтесь к тому, что вас сильно будет трясти в июле. Скажите, пожалуйста, необходимое уточнение. Вы сейчас кого-то конкретно имеете в виду или всем? И имеет ли это хотя бы малейшее отношение к расположению звезд или просто потому, что достало то, чем они занимаются? Нет, вот это слово «достало» или «настроение достало», оно в июле будет особенно сильно проявляться. А я в тренде. Всех. Поэтому конкретно никого поименно называть не буду, но мы же с вами знаем о ком. Конечно, конечно. Мы поняли друг друга, разумеется. Любовь. Вот в любовные эти приключения стоит ли бросаться в омут страсти или нужно быть осторожным? Я вам так скажу. Давайте сначала посадим посленовые, а потом уже любовь. Вот так вот обломилось все. Ну, можно. Любовь очень у нас, она яркая сейчас, поскольку Венера, планета любви, до 22 июля будет находиться в знаке Льва. То есть наше желание, наш выбор, вот наша любовь, она такая очень пышная. Нам захочется признаний каких-то, нам захочется торжеств, свиданий. Все это, чтобы было очень ярко, темпераментно проявлено. Мы, может быть, будем даже чрезмерно показушными в проявлении своих чувств, как-то сверх всякой меры. Но 22 июля Венера войдет в знак Девы и станет такой скептичный очень. И после вот этого всего такого торжества и пышности признаний скажет так, ну, а теперь перейдем к делу. Да, собственно, что под твоей вот этой всей пышностью, красотой и красивой презентацией на самом деле есть. Ну и вообще, может, в ЗАГС уже наконец-то сходим, потому что Венера в знаке Девы, она девушка серьезная. Вывод. Если хочется гусарить, до 20-го числа нужно успеть. Но начиная с 7-го, потому что день зарплаты. Ой, как все сложно. И еще успеть по сленам ее посадить. Надеемся, что наши слушатели поставили стакан воды рядом с радиоприемником, поскольку действительно Наталья Викторовна Бушурова заряжает на оптимизм, энергию и, в общем, дает рекомендации практичные. Спасибо большое нам показывать, что нужно уже закругляться. Да, мы закругляемся, но все рекомендации консультирующего астропсихолога Натальи Бушуровой, конечно же, через пару часов появятся на портале MixNews.lv. Огромное спасибо, Наталья. И вам удачного месяца, успешного, и всем слушателям хорошего, теплого дня. И Юля тоже. Любви, финансовых успехов. И, конечно же, чтобы посленовые заколосились у всех.